Роман Копняев Еще не до конца стихли прачечные салюты. Страна живет чувством безграничной благодарности к ветеранам. В Уральске одним из самых значимых событий этого праздника стал автопробег «Спасибо деду за победу». По традиции водители расписали свои машины патриотическими лозунгами, раскрасили гуашью, а кто-то даже пытался из своей машины сделать танк. Подробности в нашем материале. Начался автопробег в 19 часов, но водители машин уже в 5 вечера были на конечной остановке 22 маршрута и наводили последний лоск перед заездом. Большинство участников пробега соревновались в фантазии, расписывая свои машины гуашью. Пять ребят переоделись в военную форму и проехали весь путь в кабриолете-уазике. Было очень реалистично, как будто ребята ехали с войны с новостью о победе. В руках у них были автоматы и флаги. Хорошо, что проходит такая акция. Мы не забываем, мы чтим все наши традиции. И сегодня мы организовались в духе великоотечественных солдат, чтобы окунуть несколько ребят, несколько детей в эту атмосферу праздника. Хозяин этой машины для участия подготовил не только свою машину, но и семью. На свою машину он установил танковую башню, а своего сына переодел в гимнастерку и дал в руки автомат. Девушки тоже порадовали своим присутствием. Многие были переодеты в военную форму и не отставали от мужчин в росписи машин. Отдать дань нашим родителям, нашим отцам, которые отстояли эту победу, я решила со своими подругами участвовать в этом пробеге. Это было замечательно, потому что была в основном одна молодежь. Есть такое хорошее выражение. Вот такие мероприятия нужно не мертвым, не погибшим, а нужно живым. Это живая память, преемственность поколений, потому что, чтобы наши молодежи помнили и знали, что какой ценой досталась эта свобода, наша жизнь, все познается в сравнении. Автопробег «Спасибо деду за победу» закончился на площади Победы. Но машины долго не могли разъехаться, потому что всем хотелось запечатлеть их на память. На автопробеге в этом году собралось более 500 машин. До ночи машины радовали горожан, колеся по всему городу. Автопробег в честь 9 мая в последний раз собирает такое большое количество машин. Полиция Уральска приняла решение в следующий год ограничить количество участников. Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Указом главы государства от 6 мая этого года председателем Западно-Казахстанского областного суда назначен Аметов Бек Аметович. Сегодня в Западно-Казахстанском областном суде Акимобласти Нурлан Нагаев поздравил вновь назначенного председателя областного суда. Председатель надзорной коллеги по гражданским и административным делам Верховного суда Елис Абдекадыров представил коллективу областного суда и приглашенным гостям вновь назначенного председателя областного суда Бека Аметова. С приветственным словом перед собравшимися выступил Акимобласти Нурлан Нагаев. Он поблагодарил экс-председателя областного суда Камбара Нурушева за проделанную работу, за все время занимаемые должности, и поздравил нового председателя, отмечая, что солидный опыт работы в этой области позволит добиться больших успехов. Я выражаю благодарность председателю, бывшему уже председателю областного суда Нурушеву Камбар Жумовичу за проделанную работу. Вы все выполняли задачи, поставленные перед вами главой государства, потому что мы все знаем, что председатели местных и других судов назначаются указом главы государства. Бека Аметович, поздравляю вас с назначением на эту высокую должность председателя областного суда и уверен, что ваш трудовой опыт, ваш жизненный опыт, ваша компетенция позволит решить задачи. Бека Аметович Аметов родился в 1963 году в Шемкентской области, образование высшее, юридическое. В 1987 году после окончания Казахского государственного университета проходил стажировку в Тайпакской районной прокуратуре. До нового назначения возглавлял коллектив по уголовным делам в Акмолинской и Южно-Казахстанской областях. Конечно, всегда чувствуешь огромную ответственность, когда начинаешь работать в новой сфере. Если раньше я работал только в одной, например, уголовные дела, то теперь в разных. Это и гражданские, уголовные и административные дела. Но я считаю, в какой бы сфере ты ни работал, свою работу нужно выполнять с полной отдачей и ответственностью. И если в других сферах деятельности можно выйти за рамки, то в работе судей это невозможно. Ведь мы действуем только в рамках закона, выполняя все поставленные задачи главой государства. Как отмечают сотрудники пенсионного фонда, оповещение населения о пенсионных накоплениях пока продолжается через почту по домашним адресам. Также выписки предоставляются при непосредственном обращении в пенсионный фонд и через интернет-сайт. Выписки у нас предоставляются через сайт на www.enpf.kz. Вы там можете зарегистрироваться, либо вы можете подойти к нам в офис, предоставить нам оригинал страниц личности, получить от нас логин и пароль для ввода. И уже через интернет вы можете сами просматривать свои перечисления, то есть взять выписку. Оборотную ведомость с ежемесячными перечислениями также можно получить через ЦОН. Для этого необходимо личное присутствие и предъявление оригинала удостоверения личности. Но специалисты отмечают, что сумма накоплений может несколько отличаться, так как в базе ЦОНа имеется только сумма, удержанная из заработной платы и перечисленная в пенсионный фонд. Возможность получить информацию о пенсионных накоплениях через интернет очень удобна, в частности, в особенности для тех, у кого рабочий день буквально расписан по минутам. О том, что открывается сайт в пенсионном фонде, это идет к улучшению, это устраивает и народ, и, думаю, лично мне. О том, что я могу сидеть в своем описе или где мне удобно, сайт открываю и знаю о своем данном в пенсионном фонде. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабурев, ТДК-42. В области на 48% снизилась смертность от болезни системы кровообращения. Об этом заявили в областном кардиологическом центре. Медики отмечают, что добиться положительной тенденции удалось при помощи скрининговых исследований, которые позволяют на ранней стадии выявлять сердечные недуги. Сейчас показатель смертности от болезни системы кровообращения составляет 196 на 100 тысяч населения. При этом республиканский уровень выше – 256. Кардиологи говорят, что это удалось добиться слаженной работы всех структур. От поликлиник, где выявлялись больные, до врачей кардиоцентра, где непосредственно оказывали помощь. За три последних года отмечается снижение смертности от болезни системы кровообращения. Если взять цифры первого квартала 2014 года, смертность от БСК снизилась на 48%. Тем самым мы увеличиваем заболеваемость от болезни системы кровообращения. Это достигается путем проведения скрининговых осмотров. Это профосмотры. Мы заранее вызываем людей определенного возраста на профосмотры. И ранее выявление идет болезни системы кровообращения. Их берем на учет и занимаемся оздоровлением. С проблемами на спонсорном учете по области стоит около 29 тысяч человек. Из них в основном артериальная гипертония стоит на доучете. Молодых людей очень много. Это, наверное, сказываются все факторы риска, стрессы, эмоции, какие-то метеоусловия. И многие не соблюдают диету, избыточный вес, курение, употребление алкоголя. Заведующий отделением кардиохирургии Женайдар Костуганов говорит, что качество подготовки медиков из года в год растет. Этому способствуют тренинги и обучающие семинары. В этом году уже выполнено около 60 операций на сердце, на открытом сердце. В прошлом году было выполнено 148 операций. Начали оперировать уже в 2013 году. Это наш успех, достижение операции на работающем сердце. При инфарктах, при химической болезни сердца. То есть, не отключая сердце, мы шунты сшиваем на работающем сердце. Пациенты благодарят врачей за чудесное исцеление. Ведь они дают им шанс начать новую жизнь. Была остановка сердца. Врач сказал, что сделали все возможное. Я в шоковом состоянии был, ничего не помнил. А уже утром в капельнице и с этими почувствовал, что я себе в нормальную вошел. Врачи советуют при любых болях сердца обязательно проконсультироваться с кардиологом. Ведь с этой болезнью шутки плохи. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. По благословению святейшего патриарха московского Исея Руси Кирилла в Уральский кафедральный собор Михаила Архангела привезли одну из величайших христианских святынь – пояс Пресвятой Богородицы. По преданию пояс принадлежал Деве Марии, матери Иисуса Христа, который соткал его из верблюжьей шерсти. В первиках христианской веры пояс находился в Иерусалиме. С древних времен православный молится поясу. Считается, что он обладает чудотворной силой. При искренней молитве он может спасти от многих болезней, бед и недугов. Сегодня сотни верующих пришли, чтобы поклониться поясу. Святыня пробудет в Уральске до 12 мая. Сегодня для каждого православного христианина великий день нас посетила великая святыня, пояс Девы Марии. Поэтому каждый православный пришел сюда сегодня пообщаться с Богом. И как бы соединиться с Ним, почувствовать соединение с Богом. Поэтому это важный момент в истории для города и для православных. Чтобы в конце концов как бы одухотвориться, почувствовать себя с Богом. И вы верьте в чудо и надеетесь на лучшее. Всего вам самого доброго оставите на телеканале ТДК-42. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин